Таблица цен. Плагин Elementor Pro для отображения ваших тарифных планов на сайте. Меня зовут Федор Васильев и давайте в этом видео разберем данный плагин. Данный плагин из ветки Pro версии, то есть коммерческой версии Elementor. Вот он, таблица цен. Давайте посмотрим его настройки. Я его переношу на холст. Изначально он, конечно, выглядит вот так, но, как правило, обычно бывает там 3, 2, 4 тарифных плана. Как это может выглядеть на сайте? Давайте я сейчас сделаю 3 колонки и просто продублирую данный плагин, чтобы это было похоже на реальном сайте. Видите, такая есть полоса здесь, как правило, здесь пишут либо хит, либо популярный, то есть тот тарифный план, который чаще всего выбирают люди из-за его критерия. Например, у него низкая цена или большой срок обслуживания и так далее. То есть это может быть здесь, например, заголовок, дальше цена, за какой период этот тарифный план идет и идут перечисления, что входит в этот тарифный план. Кнопка жми и еще какой-то некий текст можно здесь разместить. Я перехожу в карандашик в этот тарифный план. Настройки, смотрите, заголовок, вводный текст. Я пишу демо, то есть вот здесь этот текст размещается, соответственно, описание. Это вот нижний текст, прописывается он здесь. Здесь текст заголовка у нас аж три. Следующие настройки. Все, что касается цены. То есть смотрите, доллар и здесь много разных есть валют. Есть и рубль. Выбираем рубль, но наш рубль, как правило, ставится после цены. Доллар ставится в начале цены. Здесь есть такая возможность. Во-первых, сама цена указывается, основная здесь. Здесь формат валюты. То есть можно вот так указать, видите, рубли, так сказать, копейки одной величины или сделать мелкими буквами 99. Ну или у вас может быть ровная цена. Я все равно верну копейки, чтобы просто показать вам, как здесь что можно настроить. Здесь можно включить распродажу. Тогда здесь будет цена перечеркнута. Ниже у нас появляется дополнительное поле. То есть это цена, которая была. 59. Она перечеркнута, естественно. Здесь-то она не 300 должно быть, а меньше. Ниже под ценой, за какой период этот тарифный план стоит ежемесячно. Вот здесь можете прописать ежегодно или любой другой ваш вариант. Дальше у нас с вами располагаются свойства. То есть это перечисление, то, что входит в тарифный план. Изначально есть три варианта. По клику, по варианту здесь меняется заголовок. Вы это видите вот здесь. Иконка, сопровождающая рядом. Иконки из библиотеки можно выбрать любые. Цвет иконки меняется здесь. Ну так вот. Всем сейчас поменяю здесь. И по кнопке «Добавить элемент» вы добавляете еще один элемент, если вам не хватает здесь. Столько, сколько вам нужно. Или по крестику удаляем. Дальше. Футер. Текст на кнопке. На зеленой кнопке меняется здесь. Ссылка. Ссылка это либо на внутреннюю страницу, либо на какой-то шлюз, где человек уже сможет фактически оплатить тарифный план. Можно сделать открыть в новом окне. И дополнительный текст. Ниже кнопки. Дальше уже интересный момент. Это ленточка. Вот эта вот зеленая лента в углу. Обычно это делается на одном тарифном плане. То есть вот так мы скрываем ее. Так она показывается. Заголовок ленты. Например, я напишу «Хит». Отображение с левого края или с правого края. Соответственно, у этих тарифных планов я ленту скрываю. Вот таким вот образом. Переходим в стили. Цвет фона, именно шапки, меняется здесь. Вот видите, он стал оранжевый. Поставлю вот такой. Также можно задать отступы внутри. Заголовок, цвет, заголовка меняется здесь. Шрифты для заголовка. Дальше подзаголовок, цвет и шрифты тоже меняется здесь. Это понятно. Ценообразование цвет фона меняется здесь. То есть видите, вот так вот прям закрашивается. Дальше цвет самой цены меняется здесь. Также типография для цены. Размер вот этой буковки «Р» вы видите меняется. Дальше как раз таки вот «Р» располагать за ценой. Позиция по вертикали. То есть вот так вот можно буковку «Р» опустить. Дробная часть. Размер этой дробной части можно также ей управлять. И также ее по центру или в нижней части отобразить. Вот здесь это все видно. И цвет текста «Период». Также меняется ежемесячно здесь. Я оставлю темный вариант. Также типография. И позиция. Над и под. Дальше. Настройки свойства. То есть это вот в этой области вы видите, я цвет поменял. Здесь под свойства тоже все настраивается. Там выравнивать. Типография. Цвет. Разделитель. Показателей нет. Разделитель может быть сплошной линией, двойной. Пунктирный. И цвет разделителя тоже меняется здесь. Далее футер. Цвет футера меняется здесь. И соответственно настройки для футера все находятся здесь. Кнопка. Здесь можно выбрать размер кнопки. Большой, маленький. Цвет кнопки. Заливка кнопки здесь. То есть это именно текст. Заливка у нас ниже. То есть вот кнопка оранжевая. И при наведении можно кнопку тоже поменять. И цвет фона, и цвет текста, как вам больше нравится. Граница, отступы и дополнительная информация. Ниже, которая у нас присутствует. И дальше у нас здесь остается ленточка. То есть дизайн ленты. Цвет фона меняется здесь. Вот видите, я цвет ленты поменял. Дальше. Расстояние. Смотрите, видите, она ездит по шапке. Можно дальше, ближе, как вам лучше сделать. Цвет текста. На этой подложке, естественно, меняется. И типография, и даже тень. Тень за лентой можно здесь сделать. Вот уже я тень добавил. Дальше. Обычно в середине тарифный план, который у нас выделен, он бывает немножко выше, чем другие тарифные планы. Например, перейти в настройки строки. Перейти в расширенные. Кликнуть по скрепочке. И отступ сверху. Добавить 30 пикселей. Таким образом. Это тарифный план ниже нашего среднего. Также я зайду в эту строку. Расширенные. И тоже сверху сделаю 30 пикселей. Дальше. Снизу тарифные планы. Например, если надо сделать одного уровня, я перехожу в средний тарифный план. Перехожу в стиле. Далее в футер. И здесь вот отступ снаружи. То есть скрепочку снимаете. И снизу отступ. В моем случае 15 пикселей. Тогда они снизу ровного размера. Еще бы хотелось как-то выделять тарифный план при наведении мыши на него. Для этого также в настройках тарифного плана. В расширенных. Далее граница. Здесь есть тень объекта. Только сначала выбираем наведение. Тень. И вот при наведении уже будет легкая тень. Ну и дальше уже вы разберетесь, как можно украсить ваши тарифные планы. Если вас плагин Elementor Pro заинтересовал, вы сможете приобрести его по ссылке, которая находится в описании к этому видео. Покупая плагин, вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok